Мои дорогие, сегодня я вам расскажу, какие две пластические операции я сделала более двух недель назад. Первая пластическая операция липосакция, а вторая мамопластика. Почему я решила это сделать? Рассказываю. 13 лет назад, может быть чуть более, я сделала себе красивую грудь. Как я выбрала хирурга? Я нашла девочку, вернее не нашла, просто увидела знакомую девочку, у которой была сделана очень красивая грудь. Я ее спросила, можешь ли ты дать мне координаты своего хирурга. Она дала мне координаты своего хирурга. Я с ним связалась, записалась на операцию, прошла все обследования и сделала безумно красивую грудь. Вернее, врач, доктор, хирург сделала мне безумно красивую грудь. Потому что, как вы знаете, роды у меня были очень ранние, то есть в 17 лет я потеряла свою грудь. То есть ту девственную красивую пругую грудь я больше не увидела. На самом деле я даже не знаю, какая бы она у меня была. Ведь по идее грудь растет лет до 20, она оформляется как-то. И с учетом того, что я забеременела в 16 лет, она уже у меня стала трансформироваться и деформироваться. Она стала наливаться, надуваться. То есть какая бы она была, я даже не знаю. То есть я, представляете, никогда не видела свою полноценно настоящую грудь. Я сразу в 17 лет впала в страдания, что вот у меня какие-то уши спаниели. Как же мне теперь в 17 лет это уже уши спаниели. Как же мне теперь с этими ушами спаниели жить. На протяжении очень многих лет я переживала, комплексовала и так далее. И мне казалось, что я вот уродик какой-то. И в 32 года я грезила, мечтала об этих операциях, ходила, читала, узнавала, смотрела. Ходила на прием к врачу, анализировала все это, думала. И только в 32 года я к этому пришла, вот увидев эту красивую грудь у своей девочки, знакомой. Соответственно, что он мне сделал, мой хирург, тогда еще 13-14 лет назад. Он сделал мне через сосок, умудрился через сосок сделать подтяжку и поставил туда импланты. Импланты были потрясающие. Это были французские импланты. Не с силиконом, а с гидрогелем. Гидрогель отличается тем, что на ощупь он очень-очень мягкий. То есть он такой же, как натуральная грудь. Абсолютно. И он мне сделал не каплевидную грудь, а такую шаровидную. То есть было два варианта, что можно было выбрать. Так вот с этим гидрогелем ты выбираешь чаще всего шаровидную и круглую грудь. И когда он на меня посмотрел, он говорит, в принципе, тебе подойдет 2,5 размер. Но я говорю, я хочу чуть-чуть поменьше. И мы сошли с ним на том, что мы сделали 2,200. Мы поставили 2,200. Он поставил мне 2,200. И я ее проносила с большим удовольствием на протяжении вот этих многих лет. Я ему сказала, вы меня, Денис Генрихович, сделали счастливой. Он, ну я рад, что я сделала тебя счастливой. И так далее. И он правда сделал меня счастливой. То есть все. Я стала ее фотографировать. И все, кто видел мою грудь, все ее трогали. Все массажистки говорили мне потрясающая грудь. То есть все, кто видел мою грудь, все эти годы, ею восхищались. Именно вот со словами, что я впервые вижу сделанную грудь настолько красивой. Потому что, что мне не нравится в имплантах чаще всего, что это получаются такие какие-то шарики пластмассовые. И вот вроде молодая девочка, а вот эти груди где-то вот уже чуть ли не на горле, вот такими камешками какими-то стоят, что даже не хочется ни трогать это, ни смотреть на это, ни тем более целовать это. Это два пластмассовых неживых каких-то жутких шарика. Мне же он сделал это каким-то естественным образом подвисающим. То есть они вот не здесь были на шее, вот они так как-то легко, легко и такими живыми какими-то были сисюлями. Вот живые-живые, такие прыгучие. То есть если мы видим у многих, они не прыгучие, они вот такие, как шарики такие. Она ложится, и они у него стоят такими этими. А они у меня были такие очень-очень какие-то прыгучие, легкие, мягкие, вот настоящие сисюли прям. В общем, я от них была просто в просячьем восторге на протяжении долгого времени. И вообще не собиралась по большому счету с ними расставаться. Меня все устраивало. Он еще сделал мне очень красивый сосок. Ну вот у них, они были просто потрясающими. А фотки я сейчас размещу у себя в Телеграм-канале, в сторис. Поэтому обязательно подписывайтесь на меня, на моем Телеграм-канале. Ссылка будет внизу в описании. Я вас очень прошу, голосуйте за меня, потому что если вы будете за меня там голосовать, я смогу каждый день публиковать эти сторис. Если вы не будете голосовать, то эти сторис у меня исчезают. То есть я не могу вам ничего рассказывать. Соответственно, чтобы у нас был такой постоянный с вами интерактив, и чтобы я постоянно вам что-то рассказывала, я буду уникальная, причем я буду это делать в сторис, в Телеграм. Поэтому обязательно подписывайтесь сейчас и голосуйте за меня. Там я буду показывать результаты, какие будут и какие были. Соответственно, вот это была такая потрясающая грудь. То есть никак она не деформировалась с годами, она становилась просто еще, еще, еще и более там. Она как бы со мной вместе росла, да. Ничего такого еще более естественного. Но в какой-то момент после 40 лет я вдруг поняла, что заниматься стало очень активно и часто экстремальными видами спорта. Кто за мной следит, вы видите, что у меня постоянно появился серфинг. Я постоянно стала прыгать с этой доской, по волнам, за катером. В общем, все виды серфинга, которые только существуют, вейкборд и так далее, я стала очень много прыгать. И в один прекрасный момент я все время чувствовала, какая-то большая нагрузка на грудь идет. Вот доска, волна, доска, волна, доска, волна. Это очень может быть жестко. Это кто-то как будто тебе бьет в сиську. И в какой-то момент я допрыгалась до того, что у меня появился просто кровоподтек на груди. То есть я допрыгалась, что на груди вылез такой фингал, напрыгала себе. И я тут задумалась, что хорошо, в один прекрасный момент я прыгну так, что этот гидрогель вытечет. Он потечет в неизвестном направлении. Он будет мигрировать непонятно куда, непонятно как. И более того, стали появляться большое количество самых разных случаев. Вы знаете, среди известных людей. Лера Кудрявцева тоже объявила об этом. И пришла такая идея, что все, надо их оттуда вытаскивать. Тем более через 10 лет они уже утрачивают свою такую способность быть максимально крепкими. И они становятся, уже превращаются в такую бомбу замедленного действия. Соответственно, их надо было как-то извлекать. Я созвонилась со своим же врачом, со своим же пластическим хирургом. Мы с ним обсудили это все. Я была в Мексике, он в России, он в Санкт-Петербурге, он в Питере оперирует. Мы созвонились с ним в WhatsApp, я им показала сиси, все, мы там пообщались, он меня записал. Я приехала из Мексики в Санкт-Петербург и сделала у него вот что. Мы с ним пришли к тому, что если ты вытаскиваешь имплант, ты же не хочешь, чтобы у тебя оставалась там пустота, ничто. Несмотря на то, что у меня много своей молочной железы, она в принципе такая плотная, упругая и хорошая, ее достаточно для того, чтобы был объем. Но хочется же какой-то чуть больший объем. Соответственно, чтобы был чуть больший объем, нужно это заполнить чем-то натуральным и естественным, чем жиром. И мы пришли к тому, что нужно делать липосакцию, если это вообще хоть как-то возможно. И этот жир, который извлекли из живота, бедер и спины, отправить в грудь. Соответственно, он мне сделал коррекцию груди, все это подтянул, закачал это моим собственным жиром и получилась внешне на данный момент красивая грудь. Не будем забегать вперед, потому что три недели всего прошло. Три недели. Это мало для того, чтобы оценивать конечный результат. Поэтому конечный результат я вам покажу уже спустя какое-то время в своих сториз в телеграм-канале. Обязательно голосуйте. А сейчас моя задача просто следить за тем, чтобы смазывать швы, чтобы менять это белье, чтобы носить компрессионное белье, чтобы наносить специальные кремы и мази на какие-то гематомки, которые есть. И так далее. То есть теперь послеоперационный важный период, за которым я должна качественно следить. И я очень надеюсь, что все будет хорошо. Грудь получилась немножко другой формы, чуть-чуть поменьше, но в этом есть плюс какой. Нет нагрузки на спину, раз. Нет какого-то бобизма, потому что большая грудь, она какой-то бобизм придает, она полнит большая грудь. Небольшая грудь, то есть у меня сейчас грудь, которая помещается четко в ладошку, она меньше той. То есть грудь, которая у меня была там как раз в 15-16 лет, наверное. Грудочка такая хорошенькая, аккуратненькая. Соответственно, вот так. Ну, по форме такая просто аккуратненькая такая. Вот, в общем-то, молодящая меня грудь. Инна меня видела, массажистка моя, говорит, тебя все это молодит. В итоге он меня, значит, когда он стал вышкребывать этот жир, он сказал, что его там практически не было. То есть я настолько худая. И в этой клинике, в которой я лежала, когда меня видели врачи, говорили, надо же, какая ты худая, какая вы, называют Вероника Юрьевна, какая вы худая и высокая. Мы думали, что вы пониже и более коренастая. То есть в реальной жизни вы такая худая, вы такая высокая. И сейчас, после этой липосакции, хотя у меня даже нечего было вышкребывать, он говорит, ну, мало вышкребли жира. Я превратилась, знаете, в барби. То есть я просто стала такой какой-то вот Victoria's Secret модель. Меня можно отправлять на подиум, где я могу дефилировать. То есть у меня вообще не осталось никакого жира в животе вообще. То есть никакого галифе. И чуть-чуть со спины у меня там что-то на шкреб. Вот так. Значит, по поводу того, как это все происходило непосредственно в самой клинике, занимало это всего сутки. Я пришла, там за несколько дней я в их же клинике сдавала анализы. Потом я пришла. И это все, в общем-то, заняло в общей сложности сутки. Причем удивительно. Я ведь старый наркоман. Почему я старый наркоман? Потому что, вы знаете, я люблю снотворное. Это, конечно, слабые снотворные, те, что продаются без рецепта в аптеках. Понятное дело. Но я к ним часто прибегаю. И вполне вероятно, это могло как-то отразиться на общем наркозе. Почему? Он мне вводит внутривенный препарат, анестезиолог, и я не засыпаю. И он мне говорит, ну ты хоть, ты расслабляешься? Он меня спрашивает. А я ему говорю, да нет, я наоборот чувствую сердцебиение. И тогда он мне стал делать масочный наркоз. Он надевает мне эту маску. Вдыхай! Я вдыхаю и не засыпаю. Блин, точно вот старый наркоман. Потому что я знаю, что я сейчас вообще говорю про героиновых наркоманов. Их вообще сложно в общий наркоз загнать. Но, видимо, я настолько тревожная вся. Настолько такая специальная женщина. Вдыхай! Второй раз. Второй раз. Не засыпаю. Вдыхай там. Ну, в общем, с какого-то момента я там улетела. Но это было... То есть такой был страх, честно говоря, что я сейчас буду лежать, и вот это сознание наполовину останется, я буду слышать то, что они говорят, я буду всё это чувствовать. Потому что, когда у меня было Кесарева, какой-то причине вот этой передуральной анестезии было недостаточно. И я правда всё это чувствовала. Помимо того, что я была в сознании, естественно, я... Боль была адская. То есть я орала. Потому что мне было мало этой анестезии. Ну вот. Короче говоря, что ещё забавно в этом во всём? Ну, клиника нормальная, хорошая клиника. Всё суперотлично. Уход такой потрясающий. В общем, у меня была медсестра Эльза, маленькая такая женщина. Маленькая, худенькая. Она вот как фея. И вот она меня, вот эту лошадь здоровую, двухметровую женщину, вот она мне помогала, меня таскала до этого туалета. Мы с ней там ночью гуляли, в три часа ночи по коридорам. И она стала для меня вот как каким-то божеством. То есть когда ты такой уязвлённый, уязвимый, оголённый, больной весь какой-то, несчастный, один вот в этом каком-то там чужом помещении, и вдруг оказывается вот этот какой-то ангел-хранитель вокруг тебя. Эльза, привет, спасибо тебе огромное. И она вот помогала мне. И вот я вижу, она там у меня обезболивание. Каждый час, там каждые два часа. Значит, этот катетер, да, из меня вытаскивала эти два мешка. Я каким-то образом пила, видимо, очень много. Вот. До операции. Соответственно, и ты вот смотришь на неё, как вот, ну вот, я не знаю. Я, кстати, поняла, почему мужчины очень часто женятся на своих медсёстрах. То есть, ну, там какой-нибудь респектабельный, по-моему, Майкл Джексон женился, да, на своей медсестре, а какой-то там, например, возрастной, респектабельный мужчина, какой-нибудь депутат Государственной Думы, вот вторая жена, медсестра. Очень часто потому, что ты имеешь такую какую-то невероятную, как зависимость даже от этого человека, и какую-то такую особую благодарность. Не уходи, останься со мной, сиди рядом со мной, будь со мной. Там же эта кнопочка ещё без конца. И, с одной стороны, тебе вроде неловко на неё нажать, чтобы она пришла, да, но и не нажать ты не можешь, потому что невозможно больше, там, затекает спина, ты же не можешь лечь на набок, там, ты же не можешь сама сесть, там, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, роль медсестры в этом, во всём, она колоссальна. И вот у меня огромная благодарность моей медсестре Эльзе, которая меня спасала в этот момент. Ну, и вот, и потом с утра... А, ещё, как бы, ещё вот такая интересная уязвимость, поскольку я публичный человек, люди в этой клинике, многие меня знают. И, соответственно, с чем ты сталкиваешься? Само вот это такое лимфодренажное, так сказать, да, бельё, он как гидрокостюм такой, который ты натягиваешь, он очень плотно, его сложно самостоятельно надеть. И его начинают вначале тебе, как бы, натягивать и объяснять, и хирург. Ну, там уже был другой хирург, и вот он встаёт на колени, а в этом, значит, белье компрессионном там получается, что у тебя дырка идёт в попе и в писе такая. А потому что тебе месяц это бельё не надо снимать, только для стирки. Соответственно, и тебе выделяют эту писю с попу, и ты поверх уже этого костюма надеваешь на себя трусы. Соответственно, и он, значит, встаёт на колени, и это же нужно натянуть мне всё. И вот он натыкается мне носом в писю, начинает подтягивать и говорит, тут пися, это нормально. А причём пися, она начинает как-то набухать от того, что этот костюм, он как бы впивается очень сильно. Ну, кто делал липосакцию, тот сейчас понимает, о чём я говорю. То есть она как-то сильно-сильно-сильно этот костюм впивается. И вот он говорит, это пися, это нормально, то, что тут это пися, и значит, это всё под носом. Так, разворачивайся попой. Это попа, и попа эта вся выпирает, значит, не то, что там какой-то анус выпирает, выпирает вот эти булки из этой дырки. И вот он стоит в эту дырку, уткнувшись, мне всё. И тут как бы такое ощущение, ты как бы стоишь, вот этот какой-то весь грязный, как будто больной, в гематомах, в шрамах, двигаться не можешь, какие-то эти банки с жидкостью. И вот врачи, медсёстры, и они тебя все знают, и смотрят, и пытаются как бы показывать, что они тебя не знают. И в этом какая-то есть и оголённость, и уязвимость какая-то. То есть я думаю, боже мой, ну вот это я, допустим, да. Я не считаю себя какой-то суперизвестной. А как более известные люди, допустим, да. Вот я думаю, а как я себя вела в момент этого наркоза, да. То есть человек лежит, ему вставляет, он же не понимает, он в полной как бы бессознанке, в отключке, и ему вставляют катетер в этот момент, да. То есть я всё время думаю, боже мой, а вдруг вот какие-то какие-то непроизвольные там акты начнутся, а вдруг ты там что-то начнёшь говорить и так далее. Но, в общем-то, этот данный наркоз, конечно, ничего ты там не начнёшь говорить, не будешь ты, по идее, не должен ты там ни писать, ни пугать, ни какать, ни выкрикивать. Этот наркоз подразумевает всё-таки такой очень глубокий сон на протяжении, вот у меня, наверное, он был часов пять. Вот. А потом ещё так интересно, анестезиолог, который пытается тебя разбудить, это так, что-то в этом есть такое, как будто из колодца тебя кто-то пытается достать из глубокого, да. Вероника! Вот он кричит, Вероника! И вот оттуда просыпаемся! И ты сидишь где-то глубоко под землёй, под какой-то, и как будто бы даже жутковато, что ты вот утратил контроль, что как будто бы вот пять часов с тобой что-то делали, а ты даже не знаешь, что. Вот. Что с тобой? Как-то переворачивали, крутили, да, смотрели. Помимо этого я ещё пригласила косметолога, чтобы она мне сделала такие процедуры, которые в обычной реальной жизни болезненные. И, соответственно, часто пытаются присовкупить одно с другим, одно с другим, потому что это очень удобно. Ты сидишь, ты лежишь, ты ничего не чувствуешь, ты спишь, и тебе параллельно можно сделать ещё, допустим, вот она мне сделала игольчатый РФ лифтинг, и, значит, плазмотерапию. Вот это на лицо, на шею, на грудь, и в голову тоже. С препаратами, с этими золотыми пробирками и так далее. Вот. Она мне всё это по совместительству ещё и туда загнала всё это, короче говоря, да. Вот. Сутки это, конечно, всё чуть-чуть поболело, но не сравнить с тем, когда тебе изначально ставят имплант под мышцу, потому что когда под грудную мышцу ставят имплант, это больно ужасно. То есть сутки я прям выла там и тогда. Это очень больно. Причём, что я заметила, вот всё-таки российские хирурги, они, ну, это, конечно, я думаю, большой плюс в некотором смысле. Они не дают тебе наркоту, в отличие от американцев. То есть американцы сразу сажают тебя на какой-то хороший обезболиватель, который делает тебя просто какой-то счастливый, полный каких-то там иллюзий, надежд и вот такого счастья немыслимого. Соответственно, этого нет в России. Да, тебе больновато, конечно, иногда и очень больно, но, с другой стороны, ты не впадаешь в эту химическую зависимость, которая сейчас есть в Америке. Это очень большая проблема. На самом деле вот эта фармкомпания, эти мафиозники, они сажают пациентов именно в такую наркоманию стойкую. Так вот, да, здесь вот с обычной мамопластикой такой боли не было. То есть ты чувствуешь какое-то что-то острое такое, как будто тебя порезали, но при этом ничего распирающего, ужасного нет. После липосакции ощущение, как будто бы просто там сники какие-то поколоченные, что-то такое, палочками побили. Но нет такой боли. Да, и как бы по идее там, в общем-то, не нужно лежать, нужно ходить. Но я вот эту рекомендацию ходить поняла настолько буквально, что я вообще не лежала, я только ходила. Хотя это неправильно. Покой должен быть, и должен быть такой спокойный режим. А я вот сразу практически после этой липосакции пошла и гуляла, чуть ли не 8 часов по Невскому. Ну, не знаю. В общем, с липосакцией сейчас все в порядке. Ничего я такого особого не вижу, оно там заживает уже. А, на живот я сделала РФ лифтинг, РФ вот этот тоже лифтинг. Дикая боль вообще. Хотя мы это обезболивали и с кремом, и обкалывали лидокаином живот. Все равно больно. Вот эти иголки, но эффективно, очень эффективно. То есть живот сразу становится такой упругий. И желательно, я так понимаю, это сделать не один раз, а раза три. То есть, наверное, с перерывами в 3-4 месяца. Так, что еще рассказать? Ну, вот сейчас идет этот послеоперационный период. Один раз в сутки я меняю свои пластыри. Ношу компрессионное белье. Специальное бюстгальтер и специальное белье. Загорать, наверное, нельзя 2-3 месяца. Если ты едешь загорать, то это должны быть слитные купальники и так далее. Иначе это все очень дико пигментируется, конечно же. Ну вот, сейчас только буду надеяться, что все будет хорошо заживать. По идее, вообще у меня шрамы, их не видно. У меня какая-то кожа очень-очень хорошая, мгновенно. Все как на собаке заживает, но он не носно. То есть, даже вот он делал какие-то проколы, заходил, чтобы липосакцию сделать. Этих проколов уже не видно. Они уже не остались, эти шрамы. Никаких шрамов нет. Вот. Что еще вам рассказать, мои любимые? Ну, знаете, я, кстати, поняла, какую штуку. Можно впасть в зависимость от этого. То есть, можно впасть в зависимость. Я уже думаю, так вот, на следующий год приеду, вот здесь вот подтяну лицо себе вот так, подтяну. Будет неплохо, да-да-да. И вот начинается вот это уже. Ну, я лицо реально собираюсь подтягивать. Единственное, тут вопрос у меня с чем? Там вопрос с временем, то есть, когда это сделать. У меня почему-то ощущение, что мне рано это делать сейчас, подтягивать свое лицо. Я думаю, что это нужно сделать лет через пять, минимум. Потому что совсем затягивать это тоже нельзя. Почему? Во-первых, наркоз, его тяжело переносить. Его тяжело переносить. Это раз, общий наркоз. И второй момент, кожа уже не та, она уже не такая послушная. Регенерация уже такая более ослабленная. И так далее. Поэтому тут тоже такой какой-то баланс должен быть. Ну и поиск врача, конечно. Это тоже важный момент. Вот, моя любименькая, я поделилась своей историей и жизнью. Соответственно, все фотографии, я еще раз вам это рассказываю, все фотографии до, вот какую красивую грудь я носила все эти годы, восхищалась ею, вы посмотрите у меня в сторис, в Телеграме. Обязательно подпишитесь на меня в Телеграме. Там будет сейчас очень много интересного, очень много. Обещаю вам уникальный контент. И смотрите там, подписывайтесь на меня, голосуйте за меня, чтобы у меня были голоса. И покажу вам вот спустя некоторое время, когда уже можно будет без пластырей ходить, какая получилась крути. А вы мне скажете. Я добавлю туда реакции в сторис, по-моему, можно туда реакции добавлять, чтобы вы реагировали, мои любименькие. Все, я вас целую и обнимаю. До новых встреч. Поделитесь в комментариях, кстати, что вы делали, какой у вас опыт, и какие у вас еще есть желания, что вы вообще думаете по поводу пластической хирургии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok